всем привет с вами профессор и сегодня у нас коротко обучающее видео для начинающих о том как начинать стримить на пока значит большая часть материала это мой собственный печальный опыт поэтому да я разговариваю как для гуманитариев я не звукооператор не видеоинженер поэтому я рассказываю так сказать как в домашних условиях начать стримить если у вас есть пока ну и микрофон но и без микрофона кстати можно и так вот это мы сейчас находимся в программе об студию здесь у нас происходит захват экрана то есть всего что происходит на компьютере на экране компьютера у меня есть веб к поскольку у меня ноутбук то вот веб к ее можно двигать сюда туда сюда значит и у меня есть захват входного аудиопотока это микрофон так ну вот здесь вот есть микшер аудио обратите внимание что у меня все везде выключено потому что мы можем например вот через вот эту вот штуку мы можем ну и сейчас выключим выключено можем записывать те события которые происходят на компьютере мы это вот здесь вот там мы не будем этого делать мне нужны эти звук компьютер который сдает там знаете там вещение какие-то мы не записываем мы записываем только микрофон так значит теперь очень важная вещь что вам понадобится это собственно ваш канал вот мой канал кстати подписывайтесь лайкайте значит что там комментируйте пожалуйста что что вам непонятно если вдруг я сказал там так и вот здесь важная вещь это вот собственно начать трансляцию вот это создать да здесь у нас есть загрузить видео то есть я знаю многие делают так они играют на компьютере записывают видео аудио а потом монтируют и выгружают есть такая тетя вера у меня там в друзьях очень хорошие ну как она меня не знает ну в общем есть тетенька такая тоже по моему даже старше чем я она значит играет тоже харайзона уже новую и записывает и выкладывает но это не стрим нам нужен стрим начнем вот эта вторая кнопочка это go live или начать трансляцию на нее нажимаем здесь есть три варианта мы можем начать стрим прямо сейчас с помощью какого-то специального оборудования то есть специальной программы чаще всего этого бс но есть разные другие студии которые тоже могут транслировать вторая вкладышка это веб-камера и третье это запланировать стрим то есть мы можем здесь вот запланировать стрим и будет какая-то дата время когда мы планируем начать стрим я обычно так именно и делаю но сегодня давайте пока вот об этом здесь самая важная вещь смотрите когда вы начинаете zbs стримить то здесь должно появиться видео того чего вы стремить а чтобы она появилась вам нужно подключить ключ вот он ключ стрима вот он здесь его нужно скопировать дальше вернуться в bs здесь перейти в настройки в настройках трансляции и здесь трансляциях вот здесь вот включить ключ потока который мы передаем все остальное у меня стоит по умолчанию ничего тут не придумал я думаю здесь справитесь вставить ключ поток значит что тогда произойдет вот все что вот вы сейчас записываете на экране с вебкой без вебки с уз музыку неважно анимацию какой-нибудь титры там всякое бывает вот это все передается на youtube и здесь соответственно этом ю тубе вам здесь будет появится здесь картинка и нужно начать стрим то есть стартовать стрим сам понимаете я помню как то когда только начинал стримить был у меня какой-то стрим я значит играю полчаса все в бс настроил включил вот эту вот клавишу запустить трансляцию сейчас у меня видите идет запись вот нажал всего играю там что-то говорю значит микрофон ну что ты никто ничего никакой обратной связи потом я понял что я вот здесь вот не нажал старт меня не пошла собственно от youtube трансляция то есть смотрите о бс выступает как подносчик снарядов там подносит в youtube видео и аудиосигнал он его туда запихивает весь сразу и потом уже youtube выдает его на вашу страничку и у вас здесь появляется соответственно что в прямом эфире илья быков прямом эфире ну или как ваш там канал там и соответственно ваши подписчики у тебя у кого стоит колокольчик у них появляется оповещение и они могут прямо к этому прямому эфиру подсоединиться теперь какая проблема с играми здесь у меня есть настроенная сцена horizon да но я не буду сейчас нажимать потому что когда видео пропадет ну давайте нажмем оп видите черный экран почему потому что там у меня написано вместо захвата экрана у меня написан источник это игра то есть смотрите мы нажимаем здесь плюсик и мы добавляем источник видите о них много я обычно нажимаю захват игры и соответственно ту игру которую который сейчас играется то есть ну который сейчас запущено не важно как там я вот раньше в киберпанк играл значит соответственно у меня был киберпанк x и файл вот еще в во время игры очень важная тема это захват собственно звука игры то есть там выстрелы музыка диалоги вот это вот все при этом нужно сделать так чтобы у вас громкость вот этих звука звука звукоряда игры было тише чем голос ваш в микрофон вот смотрите как это делается вот сейчас у меня захват идет входного аудиопотока это собственный микрофон когда желтенькая это хорошо если красненько это уже через чур кромка поэтому ведь у меня здесь стоит на максимуме звук в в играх есть еще захват вот смотрите если мы нажмем плюсик захват выходного аудиопотока выходного это имеется ввиду из звуковой карты то есть входной аудиопоток в звуковую карту это микрофон то есть мы втыкаем штекер то есть если у вас обычный пока не ноутбук то у вас обычно там есть для микрофона выход до точнее вход для микрофона вход в звуковую карту а выход это аудио в наушнике то есть я обычные когда я стремлю у меня наушники и вот этот микрофон значит соответственно сейчас у меня есть только вход аудиопоток этот микрофон он входит звуковую карту а выхода у меня сейчас никакого нету то есть я его не записываю вот в игре вы должны поставить вот добавить до соответственно захват выходного из звуковой карты выходит звук от игры мы его захвата и когда вы его ставите то его надо сделать потише то есть вот здесь вот есть такие ползунки да вот этот вот то есть я оставлю обычно входной аудиопоток то есть микрофон на полную могут мощность а выход до выходной ставлю где-то вот так и тогда у меня диалоги музыка сражения они идут как бы фоном и это кстати тоже я не сразу до петра то есть вот прям реально это занимает какое-то время теперь что касается самого микрофона сейчас у меня микрофон вот этот вот это микрофон такой не не студийный не какой-то специальный профессионально это обычный самый китайский микрофон как-то x3 x trust не на разница но до этого я пробовал на интегрированном микрофоне от ноутбука у меня всегда только были ноутбуки пробовал вот эти вот гарнитуру это jubil да здесь вот есть микрофончик и вот этот и для эксперимента я делал записи на удайсити есть такая программа для захватного записи аудио и для записи обработки аудио так вот диапазон вот у этого микрофона на порядок лучше чем вот гарнитуры то есть прямо на порядок звук лучше есть еще микрофоны всякие там петлички там еще какие-то но я вот эти пока пользуюсь для домашних условий нормально вот значит то есть мы просто баланс делаем да значит мы делаем на микрофон по максимуму а на звуке игры чипа тише вот я где-то делаю вот это вот так так теперь еще что последнее уже то микрофоне есть такая вещь вот он графон да у нас если мы правой кнопкой нажмем здесь есть фильтры у меня сейчас включен фильтр шумоподавления то есть тем звуки которые находятся на некотором расстоянии от микрофона они не записываются ну там как бы способ специальный алгоритм обработка звука все он как-то вычисляет расстояние и просто эти шумы и дальние он убирает если кто-то там гремит дверью там чайник там ну короче что-то там посудой то он теоретически его не записывает этот ну не не транслирует это хорошая вещь но она потребляет мощность процессора есть еще другие фильтры я вообще не специалист в этой области там надо разбираться я там такие вы можете найти видео там такие детали вообще люди там они все настройки меняют все там что-то но я честно говоря считаю что конечно стримить на ноутбуке это не лучший вариант я понимаю но у меня есть другие причины почему мне от выхода нет вот но люди вот те стримы которые видел там иногда такие детали там люди забираются там настройках оба с что просто можно легко запутаться я сейчас именно на базовом уровне все все настройки оба с у меня стандартные но я выяснил важная вещь что конечно железо должно быть топовым да чтобы делать хорошее качество первую очередь это железо есть много видео как выжать из не очень хорошего компьютера классный стрим но мне кажется что это мало реально потому что ну вряд ли это получится я помню у меня был какой-то совсем слабый ноутбук там но видео просто было сложно обрабатывать вообще в принципе все занимало много времени нам ну короче вот поэтому чем лучше железо тем лучше еще очень важный момент это конечно канал скорость канала я имею ввиду интернет-канала pink какая там скорость передачи этих данных потому что когда вы стримите это происходит режиме почти много реального времени поэтому должна быть хорошая пропускная способность многие говорят что лучше вообще стримить прямо по кабелю то есть чтобы был не вай фай а именно кабель я не знаю может быть это имеет значение когда у вас стрим идет там не за 4к да и 60 fps 120 я не знаю какие-то цифры вот у меня все по умолчанию на их по умолчанию здесь настройках да это мой 5 мегабит здесь вот помолчая по моему не в курсе вот ну на этом наверно все да значит подведем итоги вам нужно собственно для того чтобы стримить вам нужен свой канал здесь соответственно в ю тубе здесь вам нужно настроить в стриме до настроить ключ вам нужен obs в obs у вас должен быть этот ключ написан то есть он должен соответствовать здесь вам нужно настроить источники в основном я стримлю без вебки теперь когда хотя на киберпанке начинал с вебкой но как-то не знаю не всегда есть возможность в общем себя показывать широкой публике вот входной аудиопоток это микрофон выходной аудиопоток это звуки игры собственно захват самой игры вот в общем то и все и потом мы вот это вот все транслируем youtube youtube уже транслирует прямой эфир ну вот и все собственно это базовые вещи да и соответственно баланс громкости да громкость для микрофона должна быть выше чем для игры вот и все дальше экспериментируйте улучшайте для начала я считаю что популярно изложил если есть вопросы пишите в комментариях подписывайтесь лайкайте ставите колокольчик чтобы не пропустить стримы и новые видео и так далее всем привет с вами был профессор до новых встреч в эфире youtube а пока его не закрыли